здесь вот работает технология ракетный тяг двойной зуб олег михайлович спасибо такой печник есть из адыгеи борщик олег михайлович канал пламя можете посмотреть подписаться так друзья приветствую вас на своем канале хочу показать вам проект с двойным зубом именно мангал с печью под казан и покажу из чего состоит весь проект смотрите самые главные как я считаю это вот эти два файла это 3d модели для того чтобы открыть 3d модель вот этот значок вам надо сначала установить программу скетчат и после того как вы ее установите у вас откроется весь проект сейчас у меня открыт первый ряд для того чтобы открылась вот это вот с правой стороны панелька надо нажать окошко окно лоток по умолчанию и выбрать либо слои либо метки ну вот у меня называется метки ставите галочку здесь вот еще раз метки поставили все у вас откроется метки здесь у вас будет либо галочки вот так стоит либо глаз вот такой нарисован открываете и все у вас оказывается значит здесь я просто показывал одному клиенту своему как можно сделать мангал с печью под казан без стола то есть убрал стол и объяснял ему что вот смотрите как это сделать и на примере плиты чугунной под казан тоже показывал как раскладывать правильно печку под размеры плиты чугунной то есть у нас чугунная плита задает размеры топочной камеры печки то есть если у вас будет вот так плита лежать чугунная и вот так выступать огнеупорный кирпич то вы потом не сможете положить кафель сюда он у вас сыну или гранит он у вас будет все время лопаться и трескаться поэтому размер чугунной плиты задает размеры самой печки под казан потом это уже проект полностью со смойкой видите все свои все прям кирпичи настоящие даже дают кирпич он полностью настоящий всего прям обрезал также как вот здесь лежит то есть вот он видите весь срезанный не просто нарисованный кирпичик то вся конструкция настоящая 3d модель давайте тени поставим здесь у меня смотрите простой кирпич на цементно-песчаный раствор выполняется кладка но я сделал из огнеупорных кирпичей значит вот эту нишу вы должны рассчитывать под размеры своего колосника колосниковую решетку которого купили и вот первый ряд огнеупорного кирпича под печку под казан здесь обязательно должен быть зазорчик и установлен базальт здесь кстати у меня вся раскройка базальтовых листов есть ну и давайте сюда надо уже ставить дверку под дуай ну вот она у меня отдельно здесь видите все прописано вот мойка лампочка вот карта базальта вот видите это отдельная вниз и вот здесь базальт видите вся печка обязательно должна быть обмотана вот таким базальтом отделена огнеупорная топка от облицовки это дает нам использовать на облицовку дает возможность использовать на облицовку такие щелевые кирпичи красивые на цементно-песчаный раствор ну или накладочную смесь белого цвета здесь уже арочки перекрылись вот начинаются сложности но здесь в печке смотрите я углы все закладывают так кирпичина под углом срезаны то тоже все кирпичи настоящие видите все это запилена прям вы можете снимать размеры размеры снимаются здесь очень просто здесь вот есть рулеточка и есть размеры размеры вы можете вот так нажимаете первую точку 25 сантиметров кирпич пятьдесят три сантиметра то есть это все до миллиметра четко показывает смотрите раскладываем уголки для перекрытия первого ряда дна уголки пятидесятые лежат и смотрите какая здесь на что надо обратить внимание чтобы вот этот уголок обязательно был отделен от фасада либо просто воздушный термо шов либо же вот такой базальт туда устанавливаете это делается для того чтобы у вас вот это дно не лопалась это все на практике то есть ни в одной книжке ни в одном учебнике но учебника вообще по барбекю не существует а пока ульта книг по барбекю тоже там технологии это нигде не прописано значит перекрытие первого ряда дно перекрывается вот так второе дно и третий ряд на сейчас беру тени уже из огнеупорного кирпича здесь не елочка просто выложено дно этот ряд уже на не упорную шамотную смесь и здесь смотрите из печки уже прорабатывается канал для дымовой трубы из нержавейки здесь у меня в этом проекте труба из нержавейки идет вот так вот устанавливается труба тоже базальтом она все обматывается здесь задвижка в печке вот то есть сэндвич труба из нержавейки с установленной там задвижкой это все тоже в количествах материалов прописано ну и дальше вся кладка выполняется то есть все это вся эта порядовка она у меня прописано и пронумеровано вы собираете все по порядок и здесь вот тычковый ряд даже у меня опалубки все тоже есть с размерами все равно как настоящий и пошел от второй зуб второй зуб формирует сечение дымохода то есть у вас сечение дымохода здесь 27 на 27 сантиметров выходите на прямую трубу здесь у меня задвижка устанавливается поворотная как ну и сама труба еще арки арки 5 арка и арка вот такой барбекю в 3d модели всегда друзья сохраняйте все свои изменения всего что-то сделали то сохраняйте если не хотите ничего сохранять не сохраняйте здесь у меня показаны внешний вид кирпичей с размерами чугунные плиты какие будут колосники потому что многие из моих подписчиков не знают что такое колосник впервые собирать печку собирается поэтому внешний вид показываю значит вот сама порядовка вот так вот она выглядит от первого ряда начинается все пошагово там все это порядовка готова вы распечатываете ее на принтере и собираете барбекю комплекс вот здесь уже указаны показано в ней базальт как надо куда устанавливать расчеты опалубки как сделать ее правильно размеры все в миллиметрах здесь лампочку как установить в мангал ну и вот количество материалов посчитано расчет фундамента есть посчитана арматура вся высоту трубы как рассчитать на на самом месте сборки барбекю ну и раскройка крыши вот такая вот крыша можете другую любую сделать главное соблюдать чтобы высота было ножек от головка дымохода до кроли до крыши чтобы было 15 сантиметров но 15-20 сантиметров не ниже слишком низко тоже нежелательно делать ну вот такой вот проект здесь папочка с количеством материалов тоже продублирована высота дымохода как сделать вот такой вот проектик друзья так что мангал с печкой под казан у меня много разных проектов все они выставлены на моем сайте и пламя нажимаете и находите вот где пламя 3d вот так выглядит мой сайт с каталогом проектов проект вы можете очень просто приобрести здесь есть кнопочка подробнее вы сразу можете пощипать посмотреть количество материалов все указанная здесь показываю фотографии проекта то есть человек может сразу ознакомиться с количеством кирпичей там какие размеры чугунного литья и приобретаете проект просто приобрести заполняете здесь свое имя пишите фамилию ваш адрес почты обязательно вам придет чек о приобретении проекта через указу оплачивать и подтвердить заказ выбираете форму оплаты оплачиваете возвращает вас обратно на мой сайт программа и вы скачиваете проект скачиваете в скачиваете 3d модель по рядовку то есть все все что там есть все вы скачиваете также будет программа скетча для скачивания и инструкции в общем все что там будет все вы можете скачать у вас будет открыта ссылка несколько дней так что друзья такая вот информация по моему проекту мангал с печью под казан кстати это настоящая копия собрана реально собранного барбекю комплекса все друзья пока до встречи на моем канале пламя всем здоровья и успехов в труде и Продолжение следует...